17 июля в город Новоазовск благодаря благотворительному фонду Екатерины Губаревой была доставлена гуманитарная помощь. Несмотря на то, что приморский город не так сильно пострадал от военных действий, как некоторые другие населенные пункты, его жители все же остро нуждаются в поддержке. В январе Новоазовск сильно пострадал от разбушевавшейся стихии. Некоторые дома полностью остались без крыш. К тому же на сегодняшний день здесь проживает около 200 переселенцев из Широкино. Их поселок почти полностью разрушен из-за ожесточенных обстрелов зимой этого года. При участии депутата Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Аллы Бархатновой был проведен прием жителей Новоазовска, во время которого каждый смог обратиться со своей проблемой. Народ приходил с самыми различными вопросами. Ремонт жилья, выплата социальных пособий, дополнительная гуманитарная помощь. Я пришла к вам с таким делом. Как была там буря у нас, они скинули всю крышу до дна холеста. И я у людей позначалась, а теперь деньги. И люди же мне не поуважают, требуют денег. А я идею их пойму. А пришла, я накрыли выпуски. Спасибо людям, что помогли. А теперь речки мне им надо отдавать, а мне же больше не надо. Стараюсь вам помочь. Но я не обещаю, что я вам дам 7000. Вот. Но на какую-то часть, на 50 процентов вы можете рассчитывать. Вот. Поэтому я получу документы, ваши заявления. И на следующей неделе я постараюсь вам помочь. Здравствуйте. Присаживайтесь. Алла Викторовна. Здрасьте, здрасьте. Мы вывезли последних людей, эвакуировали оттуда. И я был в той партии, когда мы эвакуировали последних. Вывозили и раненых, вывозили всех. А сейчас нет информации у нас практически. Разрешения на въезд нет, будем говорить. Как она будет? Потому что очень много работ сказали по разминированию. Там саперам надо очень скрупулезно работать. Так что подвергать простых людей опасности. Смотрите, с медикаментами сейчас мы очень плотно ведем работу. привлекаем всех, какие только есть благотворительные общества. Поэтому надеемся, что у нас к концу месяца что-то будет еще по медикаментам. Как бы вы у нас в первом плане стоите. Ну, наши заявочки там есть. Заявка есть, мы передали во все возможные инстанции. Это матрасы, подружки. Это и есть, да? Получаем, получаем, да. Одежда мужская, женская? Мужская, женская, детская. Детская одежда есть. А вот до школы, вот школа. Констовары к школе, да. Вот школу надо. Детей. Знаете, что мне надо тогда? Список детей. И просто будет проще, если будут размеры. А у нас там есть заявки. Есть заявки. Мы давали в заявки. Мы доставили все. У нас все есть. Там конкретность. Мы же сделали тогда по категориям. Как проще тогда мы сделали. Все хорошо. Все хорошо. Значит, одежда, констовары и детям, наверное, какую-то рубашечку беленькую, да. Дай Бог вам здоровья и терпения. Ну, как бы, я не знаю. Вы меня уже как рады по этому. Рада вас видеть. Спасибо. 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 Ну, я вас в Донецке жду тогда на тренинге. Ну, вы в любое время. Как только. Казимира и Чубаки, вам тогда. Ну, как бы, это все решаемое. Хорошо. Дай Бог, чтобы мы по медикаментам. Спасибо вам. Все. Дай Бог. Всем вашим ребятам привет. Проблемы, в основном, связаны с выплатами пенсионного обеспечения, социальных выплат. Сейчас вот возник такой вопрос по разрушениям. Район специфический. Был шторм. У людей посносило крыши. Разрушены дома. Поэтому, как бы, на это обратим внимание. Подключим министерство ЖКХ. И будем стараться этот вопрос решать. При личном содействии депутата Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Екатерины Губаревой в Новоазовск доставили крупы, сладости, детское питание, памперсы, одежду и многое другое. Екатерина Юрьевна постоянно оказывает помощь и поддерживает тесные отношения не только с администрацией города, но и со многими жителями лично. Поэтому народ каждый раз с нетерпением ждет ее приезда и во многом остается ей благодарным. Где-то со 2 апреля это была первая наша встреча с депутатом Народного совета Екатерииной Юрьевной Губаревой. И с тех пор, будем так говорить, мы постоянно поддерживаем с ней такие дружеские тесные отношения. Как бы там ни было, но на каждой встрече к ней обращается множество людей по различным вопросам, по различным направлениям. И получается так, что есть возможность у нее выполнить эти обещания, она выполняет. Если нет, сразу нет возможности оказать помощь, значит она прилагает усилия, чтобы на будущее это выполнить как-то. Поэтому на сегодняшний день пришла очередная партия гуманитарной помощи, различная и одежда, и питание. Поэтому я от имени городской администрации города Новозовска выражаю ей искреннюю признательность и благодарность от наших жителей за ту нелегкую, будем говорить, работу по оказанию этих гуманитарной помощи. И желаю ей дальнейших успехов в этом направлении и надеюсь, что наша встреча с ней не последняя. Это неприятно. Продолжение следует...